Небольшой секрет, почему вот Таня улыбается во все 32, а я вот так вот улыбаюсь, вот так, вот так. Потому что у меня вот, смотрите, как Том Сойер вот этот забор, который надо, во-первых, покрасить, во-вторых, у меня эти щели. И как мне приятно, что у нас в гостях человек, не могу я на него смотреть и улыбаться. Директор многопрофильной клиники и стоматолог Анета Макарова у нас в гостях с прекрасной, совершенно очаровательной улыбкой, что, в общем-то, неудивительно, потому что Анета наверняка не боится ходить к стоматологу, в отличие от нас с тобой. Да что там, она не ходит, наверное? Доброе утро, вы сами лечите себе зубы? Нет, я сама не лечу, хотя, знаете, я слышала как-то раз историю простоматолога, которая сама себе лечила зубы. Это, наверное, очень сложно. Это было очень давно, и никто ее уже, о ней плохо не говорят, только хорошо теперь о ней говорят. Слушайте, расскажите, у меня вот ребенок растет, там пока все само, сами зубы выпадают, там что-то они сами чистятся, все там происходит хорошо, они с собакой эту кость грузут, которая зубы чистит, потому что я иногда не слежу за ним. Вот, а что вы такое вот придумали, чтобы дети вас не боялись в мире стоматологии вообще? Слушайте, на самом деле в мире стоматологии сейчас вообще очень много всего создано именно для детей, чтобы они не боялись. Это различные игрушки, это различные специальные штучки на саму вот эту вот машинку, которая сверлит. То есть всего-всего куча для детей, то есть сейчас для детей вообще лечение это все в форме игры. То есть они прям вот не замечают. Я часто в соцсетях натыкаюсь на таких врачей, докторов, не знаю, специалистов, которые играют с ребенком в тот момент, когда проходит операция. Это правда практика уже такая в медицине пошла? Ну да, на самом деле, да, это же как бы такой правильный психологический подход, чтобы ребенок не думал, что стоматология это что-то ужасное. Вы святые, еще бы не пахло у вас кожей в кабинетах, и все было классно. У нас не пахнет уже давно ничего. И этого уже нет. Нет. Я иду лечиться. Что делать, если взрослый боится пойти к стоматологу? Как успокоиться перед приемом? Как настроиться вообще правильно? На самом деле вообще на сегодняшний день, наверное, взрослые больше боятся лечиться, чем дети. Мы из Советского Союза. Ну да, есть у взрослых какие-то страхи, предрассудки. Рассказала тетя Маня, еще кто-то рассказал, и все боятся. Но на самом деле какого-то универсального средства, чтобы вот не бояться, его, наверное, нет. Просто нужно собраться, пережить, как это сейчас говорят психологи, эту ситуацию, и прийти к стоматологу, и понять, что это прекрасные люди. Давайте покритикуем немножечко коллег. Очень часто сейчас проходят акции. Ну, мы сейчас знаем, что профгигиену нужно выполнять раз в год как минимум, а лучше даже в полгода. Вот. И вот когда вот эта вот акция тебе приходит, что мы тебе весь рот, так сказать, отремонтируем за 1200, стоит идти или стоит задуматься, потому что, ну, 1200 это... Ну, на самом деле, в этом плане я с вами согласна, что это, наверное, абсурд, потому что стоматология на сегодняшний день, ну, это достаточно такая сфера, где, ну, не может это стоить 1200. Качество и безопасность, оно не может стоить 1200. Ну, по итогу, они же вот делают ведь, и все работает, они делают теми же аппаратами, это те же нормальные специалисты же, в принципе. Ну, на самом деле... Может, это просто реклама, и можно поверить? Ну, не за 1200. За 1200 не ходите. За 1300. За 1300. Нет, на самом деле, просто нужно всегда понимать, нужно смотреть, куда мы идем, и понимать, что стоматология, она все-таки должна... Она либо есть бесплатная, либо она есть платная. И качественно оно не значит... Пока Татьяна заглядывает вам в рот, можно начать задавать вопросы. Расскажите лучше нам про современные методы, может быть, обезболивания, и даже, возможно, есть какие-то другие способы, чтобы лечиться. И ни о чем не беспокоиться. Ну, на самом деле, сейчас стоматология уже дошла до того, что, да, как это сейчас все говорят, люди лечатся во сне. Человек пришел, ему поставили уколчик в венку, он уснул, и все лечит. Это называется седация. То есть это не наркоз, это просто укол в вену, в который вводит седативный препарат. То есть успокаивает нервную систему, и человек спокойно лежит, либо спит, либо просто находится в очень расслабленном состоянии. А потом эффект какой? В чем? Ну, вот когда операцию сделали, все выполнили, когда тебя отпускают вот это вот. Все прекрасно. Ну, то есть после общего наркоза, например, тяжело потом восстанавливаться. Да, но это не наркоз. После общего наркозного розыща весело, я про это. Нет, ты сразу же можешь встать и все, и ехать домой. А, то есть не нужно вот это вот время, когда очистить голова в кругу. Нет, ну, буквально там полчасика можно полежать, отдохнуть. Вот, например, если брать нашу практику, мы делаем лечение, либо большую операцию под седацией. Затем человек там полчаса, часик отдыхает в палате, восстанавливается и уезжает домой. Кому подходит лечение под седацией именно, и кому, может быть, оно не рекомендуется? На самом деле противопоказаний особых у седации нет. Если есть показания к лечению, седация показана всем. Кому показано в основном, это людям, у кого гипертония, сахарный диабет, ну и, конечно же, страх в виде фобии, когда, ну, человек на самом деле не может пережить вообще поход к стоматологу. У него шкалит адреналин, потому что седация, она помогает снизить уровень адреналина, и тогда это все проходит безболезненно, без страхов и без боли. И последний вопрос, он покажется вам глупым, но у меня ни разу не болел зуб мудрости. Это значит, что я тупой? Ну, первое, может быть, его нет. Да, но это же плохо, или нет? Второе, он же не должен болеть обязательно. То есть есть люди, у которых он прорезается, стоит хорошо, и вы его вычищаете, и он не будет у вас болеть. Спасибо большое, я нормальный, оказывается, я очень переживал всю жизнь. Спасибо вам огромное за полезную информацию, как всегда. У нас в гостях был стоматолог и директор многопрофильной клиники Анетта Макарова. Дорогие друзья, следите за своей улыбкой, пусть она будет такой же очаровательной.